Здравствуйте, меня зовут Алена Апина. Сегодня я на съемках программы, которая называется «Хочу себе». Что это за программа, я не знаю. Что за люди тут вокруг меня, тоже я не знаю. Но я знаю, что я буду сегодня разговаривать с девушкой, которую зовут Фидель. Чего она от жизни хочет, как она выглядит и что вообще это за артистка, я тоже не знаю. Вот я того и пришла, чтобы и узнать, и поделиться с вами. И вот такая вот у меня сегодня миссия. Выполнима. Я в три года в троллейбусе пела, я тут же разведу руками. Значит, у него яиц хватает, а энергии так заводить за... Конечно, 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 понимаешь, но уж не знаю, насколько там энергия или наглость. Ну, кстати, знаете, в чем прикол современной молодежи? Она наглая. Мне просто поплохело. Все сидят мат-перемат. У 15-летних спрашивают про минет, про, блин, про петинг. Зачем вы об этом обсуждаете? Это понятно, что секс – это важные темы. Но не в таком формате. Я сидела в Останкино после съемок Курганта, вот так рыдала. Мы сидели с Тиманом часа два, наверное. Я рыдала, плакала. Говорю, я не хочу это, какое-то говно. Сейчас это время такое, что петь песни выпускать. Вот, пожалуйста, свободные, бери себе. Не хочется же еще популярности, хочется же еще, чтобы... Дальше делать техники. Дальше делать техники. Меня зовут Алина Апина и сегодня я хочу с девушкой, чей сценический образ называется Фидель. На самом деле девушку прекрасно зовут Ксения, мне это очень близко, потому что у меня дочь Ксения и вообще все Ксении, где бы вы были, как бы не моя великая песня. Ну так поэтому так и назвали, в общем-то? Да, это я очень рада. Скажи мне, пожалуйста, когда тебя музыка вот так вот срубила? Когда ты поняла, что вот я и музыка, это мы вот прям вот кезаны всегда? Ну когда я в три года в троллейбусе пела, я тучи разведу руками и все. И потом пошло-поехало. Но потом были сложные моменты, когда там хотелось бросить как раз таки из-за всяких. Но ты сразу поняла, что ты будешь певицей, да, что ты не будешь никаким там, я не знаю, учителем музыки там или какой-нибудь дирижер там или еще что-нибудь. Ну мне хотели сильно, чтобы я, во-первых, на профессиональном фортепиано училась всю жизнь и потом в училище, когда я поступала, я хотела на дирижерской хоровой поступать. Ну вот, ну, конечно, это более профессиональный уровень, это совсем другая история. Мне очень интересно, ваше поколение как таковое. Супер, давайте. Да. Круто. Скажи, пожалуйста, почему, как ты думаешь, хип-хоп и вообще вся вот эта вот рэп-культура, во-первых, она у нас прижилась так быстро, да, и чем она отличается от наших детиш, от того, чем мы занимались? Ваша музыка немножко другая, она вообще все про другое. Ты можешь как-то ее назвать, как-то позвать в этот жанр и вообще сказать, в чем разница-то между музыкой моей и твоей? Ну, ваша музыка, между прочим, тоже сейчас красиво претерпела изменения, потому что я посмотрела ваши последние клипы, это очень смело и круто. Это все равно поп-музыка. Да? Да, поп-музыка, она тоже враслеет, как и артист. Что такое ваша музыка? Чего мы не знаем или чего мы уже никогда не испытаем? Если мы все-таки затрагиваем тему хип-хопа, почему эта музыка пришла в Россию, потому что любая вообще музыка и любое искусство, которое возникает, это всего лишь отражение того, что происходит в социуме. То есть, если мы посмотрим на историю 20 века, то, в принципе, все культурные течения и, соответственно, музыка, в том числе, которые рождались, они рождались благодаря тому, что происходили какие-то исторические события важные. Как протест, да. Вот. И, ну, как бы протест, там, поддержка чего-то, да. Да. И, допустим, тот же самый хип-хоп, он вышел с улиц американских, когда черные ребята, в основном это были черные ребята, они вышли на улицы и занимались нехорошими делами. Потому что, ну, как черные ребята, они в свое время создали, там, soul, джаз, когда работали на полях и так далее. То же самое произошло с хип-хопом, когда ребята с улицы начали рассказывать о своей нелегкой жизни. И, в принципе, то, что происходило в России после 90-х, там, конец 90-х, 2000-х, я думаю, ребятам, которые росли в этом поколении, они, так как уже открылось все, границы открылись, и мы, наконец-то, увидели западную культуру, я думаю, что ребятам просто этого поколения это стало близко, потому что, если посмотреть на то, как жили регионы, от рук хип-хопа, это, на самом деле, музыка, которая в регионах рождалась, рассказывает, реально, о пацанах, которые, там, барыжат, которым тяжело, там, жить, у них, там, нет бабла, но они рассказывают про то, что жить все равно, там, хорошо. Это, в принципе, самая доступная форма самовыражения человека и некая форма психотерапии, я думаю. А где начинается музыка, вот, в вашем жанре? Ну, смотрите, Ален, я, во-первых, не, как сказать, я не хип-хоп-артист. Здрасте, приехали. Нет, я, ну, как сказать, я все равно поп изначально, я автор-исполнитель. И изначально мои песни о любви, о взаимоотношениях. Но все равно ты себя, как бы, ощущаешь комфортно вот в этом жанре, тебе бы хотелось дальше продолжать себя? Нет, знаете, с какой точки зрения? Не с точки зрения месседжа и послания, а именно с точки зрения, именно музыкального продакшена. РНБ, соло, музыка, она достаточно многосложная. И мне очень нравится, ну, не знаю, по природе мне нравятся эти ритмы, мне нравится сочетание музыкальных инструментов, как это все складывается, как они между собой разговаривают. Для меня это очень важно, просто я так это воспринимаю, моя душа поет, когда я слышу такую музыку. Сама вот эта вот, ну, эстетика, да, вот музыки хип-хопа, рэпа, да, понимаешь, там нет такого, например, ты знаешь ноты? Конечно. А много народу, которые вот, вот они знают ноты, они знают какие-то там азы гармонические, мелодические, понимаешь? Ну, давайте опять же тогда сделаем некое разделение, мы говорим о западной культуре или мы говорим о российской? Мы говорим сейчас вообще о культуре. Нет, если мы говорим о западной культуре, давайте начнем с того, что в основном все ребята, которые занимаются этой музыкой, они вышли из церкви, из гаспел-музыки. Я вообще думаю, что профессионализм и определенная компетенция в любой вообще области, она вообще не зависит от того, хип-хоп это, R&B это, пиар это, там, не знаю, маркетинг. Есть везде люди, которые вот так вот понахватались и хотят что-то добиться вот с такими знаниями. А есть люди, которые копают глубоко и хотят действительно быть профессионалами. Но проблема эта лежит во времени, потому что сейчас такое время fast, все fast, fast food, fast fashion, все fast. Проблема не только во времени, проблема в голове. Ну так это же оно и есть, что нам транслируется сейчас что? У нас сейчас нет музыки, у нас есть интертеймент, у нас есть тикток в основном. Мне весь этот год последний внушают, надо идти в тикток, надо вот, я не могу. Я не говорю, что я какая-то там великая, что у меня суперинтеллект, но я этого не понимаю. Я захожу туда, мне становится плохо. Я тут посмотрела, помните такая передача была в 90-х, до 13-ти и старше. Да, да, да. Я посмотрела тут, до 16-ти, да, прошу прощения. Просто посмотрела ребят советских, просто как они говорят, просто манера речи, о чем они говорят, как вообще все это выстроено. Хопа не было, и рэпа не было, потому что люди книжки читали. Рэп это же даже не причинно. На ютюбе посмотрела, а что есть современного для подростков? И я включила какую-то передачу, типа, мне просто поплохело, все сидят мат-перемат, у 15-ти летних спрашивают про минет, про петинг, про... Зачем вы об этом обсуждаете? Это понятно, что секс это важные темы, но не в таком формате. Это деньги, понимаешь, это же сразу, это же подкупает какой-то для детей, это как бы, ну, для детей, это как бы искренность какая-то. Я понимаю, когда есть, типа, ТикТок как альтернатива для того, чтобы время весело провести, но когда есть альтернатива, где ты можешь подумать, но когда нет альтернативы, и начинается повсеместная деградация, ну, тут вообще, извините. Есть потрясающая певица, Лиз Райт, американская, которую я просто обожаю. У нее в Инстаграме 7 тысяч подписчиков, у нее полные залы по всему миру, в Европе, везде. Так нам что-то говорит количество подписчиков. У вас просто собирают сколько клипов до сих пор, по полмиллиона, по миллиону просмотров. В Инстаграме, по меркам Инстаграма, у вас не так много подписчиков. Ваши фанаты, они просто не занимаются этой ерундой, они там не сидят. У вас, у вашего поколения другие интересы. Ну, и хорошо бы у них еще, как бы, был интерес к тому, что интересно и вам, понимаешь, вот вашему поколению. Ну, вообще, на умный хотя бы, ну, любопытство хотя бы. Я не могу себя, я, например, не могу себя идентифицировать как яркий представитель своего поколения. Почему? Ну, типа, типичный. А, то есть ты такой андеграунд такой? Нет, я не андеграунд, просто я в какой-то момент поняла, что я училась там в музыкальном училище, я очень много времени этому уделяла. И потом настало время, когда я там не могла позволить себе там сидеть на шее родителей, я стала сама себя обеспечивать, работать и так далее. Забила на учебу. Я думаю, как многие, ну, ребята молодые, там, переехала в Москву, там, и так далее, там, работала, там, и все подряд. Но прикол-то в том, что я осознаю свои пробелы и дико хочу их восполнить. И всеми путями сейчас пытаюсь там учиться и так далее. Но другое дело, когда человек не хочет учиться, он не хочет становиться профессионалом в том, чем он занимается. Но хочет получать денег и быть популярным. Но хочет зарабатывать. Конечно. Вот, и поймите, это сейчас проблема вообще не музыки. Это во всем сейчас у нас так. А сейчас тебе мешают эти знания? Нет, конечно, абсолютно не мешают. Мне, наоборот, не хватает знаний. Ты хочешь, чтобы тебя услышали, и это прекрасно. То есть не просто там пошуметь, да, бабла срубить. А ты хочешь как бы самовыразиться и на этом, главное, сделать свой голос. У меня была большая очень дилемма просто все эти годы. Потому что я когда попала на лейбл Blackstar, 7 лет, уже 7, боже, 7 лет прошло. 7 лет назад, и там, ну, попала тоже с определенной музыкой. И это был некий R&B, который тоже мне так нравился. Но мне сели и сказали, нет, ты не будешь, ты, конечно, молодец, что ты такую музыку на кастинге спела. Но петь ты будешь другое. И? И, типа, будешь петь поп. Что, пока мы не вырешили, мы тебе скажем. Это тебе, Тимоти сказал? Ну, нет, Тимоти так не говорил. Ну, понятно, ты же тебе сказали Blackstar сказал. Тимоти сам артист, он как бы артист. Симур Эльдарши у нас там свои связи, отношения. И получается, как бы этот год был, да, там вышли какие-то классные фиты. Но морально он меня, я вот просто поняла, только спустя 7 лет, насколько я за этот год стала закомплексованным человеком, который вообще забыл, что ему нравится, что он хочет, о своих каких-то желаниях. Вообще просто вот я вот смотрю на жизнь, и кто я, чего мне хочется. И я просто эти 7 лет, пока, у меня потом еще был тупой контракт после этого Blackstar, у меня были бесконечные суды, куча там всяких исков. И пока вот это все вот шло, там вот эти 7 лет, я забыла, какую я люблю музыку, что мне хочется делать. И вот сейчас я пытаюсь возвращаться, я понимаю, что я сейчас делаю какие-то поп-песни и так далее. И сейчас вернулась опять к этим ломаным ритмам, потому что мне нравится. Но я поняла, как вы уже сказали, вот эту вещь, что пока ты делаешь то, что тебе нравится, ты не заработаешь на этом бабла. А не зарабатывать бабло сейчас нереально, потому что, ну как ты будешь 7 месяцев держать? Это же основа всего в социуме. Ну, в общем, да. И поэтому я просто сейчас для себя делаю вывод, что... А делать просто для того, чтобы делать, я уже тоже не могу. Потому что для меня это будет не искренне, а если это будут делать не искренне, никто это не схавает. Потому что ребята, которые в тиктоке, которые делают энтертейнмент, они искренне это любят. Им это искренне нравится, и их это искренне веселит. И поэтому никогда я в жизни их не переплюну. Потому что я буду к этому относиться как к тому, что я делаю что-то типа ради денег, и мне не фан от этого. А они реально получают удовольствие от того, что они делают. Сейчас все, то есть вот и скандальные, и громкие, и вообще всякие там истории вокруг Blackstar. А есть альтернатива-то вообще? Куда? Молодежи? Которая прет, которая нравится, которая, блин, все классно, да? Да. И они понимают, что кроме названия Blackstar они ничего не знают. И они туда бегут, и потом сдаются в рабство. Кто-то, ну как сказать, тоже рабство. Есть еще какая-нибудь компания или фирма? Ну есть мейджор-лейблы, безусловно, там всякие Warner, Sony. Но это не такие мейджор-лейблы, их здесь представительства, как какие они в Америке. Когда ты... То есть это все больше названия, чем какие-то... Конечно. Ну то есть там артиста берут на 360, просто он обеспечен, и он только занимается тем, что он пишет музыку. А у нас здесь ты приходишь на большой мейджор-лейбл, тебе говорят, у тебя должен быть свой менеджмент, у тебя должен быть свой SMM, у тебя должна быть своя продакшн-команда. Мы даем тебе, типа, нейм, а ты делай все остальное. Ну можем еще вот аванс дать там. А Фидели, это они тебе дали? Blackstar, да. Да. И ты не сопротивлялась, не боролась? Сопротивлялась. Да? Да. Понятно. Я прям рыдала. Я сидела в Останкино после съемок Курган, так рыдала. Мы сидели с Тиманом часа два, я рыдала, плакала. Говорю, я не хочу, это какое-то говно. Скажи мне, пожалуйста, ты сейчас в свободном плавании. Тебе нравится это состояние? Или тебе страшно? Или ты просто... Просто ищешь какие-то другие берега? Или, ну вот как? Как ты собираешься? Я не могу сказать, что я совсем в свободном. Ну точнее, в свободном, на детерминированном чем смотря? Есть, конечно. У меня абсолютно крутейшие ребята, молодая команда, которые... Ты так посмотрела? Да, у меня вот Светоличка моя любимая, потому что это классные молодые ребята, которые собрали полностью просто свой костяк. Они никого не обманывают, ничего не хотят поиметь. У них есть четко своя работа, которую они выполняют, за которую они получают определенные деньги. Все понятно, все прозрачно. И мне очень близка философия, особенно там Кирилл Дединок. У нас есть такой потрясающий человек. Он, ну как сказать, мы с ним практически из одной церкви. Вот. И поэтому я этим людям доверяю. Ну то есть это дает тебе какую-то финансовую какую-то такую, ну стабильность какую-то решетку? Ну то есть записывать, снимать клипы, все это размещать где-то, да? Нет, все записываю, все пишу я сама. Понятно. Это как бы они не позанимаются музыкальным продакшеном. Они помогают мне именно там со съемками, с визуальной представляющей, и доставляют все на площадки. И у нас поэтому такая честная игра, которая мне очень нравится. И да, она не такая, может быть, пока прибыльная, никто там миллионов не платит. Мне предлагали, когда я вот сейчас буду делать АП-релиз с ними, мне предлагали на Мэйджелэбле сделать этот релиз. То есть приложили там какой-то аванс, там и так далее. Я сказала, не-не-не-не, нафиг мне не нужен ваш аванс. Я лучше своими силами пока там все, но я буду зато с нормальными людьми и буду чувствовать, что мне, ой, простите, буду чувствовать, что мне на сердце тепло, хорошо, и мы друг друга понимаем. Можно я вам вопрос задам все-таки? Как вы написали вот хиты свои самые, ну вот бухгалтера того же? Бухгалтер – это очень смешная история. Мы всегда с Таней подтекстовывали, всегда приносили какие-то песни, и мы с чудо, с чудовищными текстами, с такими, то есть там крюк был какой-нибудь. А вам приносили уже какой-то материал? Ну да, 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 приносили уже что-то готовое какое-то. Музга, понятно, у нас была профессиональная, у нас окраков, он консерваторию закончил, как пианист, как композитор. А как делали в то время у вас фонограммы? Как делали в студии? Ну, тогда же не было еще? Так, деточка, сейчас начнем самое интересное. Тогда не было ни сэмплов и ничего прочего, тогда заходили и писали живые барабаны. Все живое, то есть вам приносили некую песню, какую-то рыбу, вы потом сделали аранжировку. У нас комбинации уже как бы в штате, ну как, вот нас собрал уже человек, композитор, у него уже были какие-то там наметки, он прекрасно знал, как надо, чего надо и так далее. И это большое счастье, совпадение, что у тебя есть автор в то время. С текстами было хуже. То есть что-то начинал он, что-то мы там помогали нам давали, но они все были, ну, безобразные. То есть с точки зрения, что это петь нельзя. Например, там, например, ну вот уже потом про Ксюшу, когда я пела, кстати, там был тракторист, и вот он на сене там завалил кого-то. Это Ксюша была? Это Ксюша была, да. Тракториста я судорожно заменила на гитариста, в общем, потому что, ну как-то это должно быть все-таки сюда, в нашу сторону. Поэтому мы всегда что-то под... ну, подтекстовывали с Таней, у нас очень много, практически все копинашские песни, они, ну, то есть через нас прошли. Ну и в тот момент, вот когда я сидела там, в общем, грустила, приходила в себя, вот, я почему-то взяла ручку и бумажку, и у меня вот первая, почему-то девять с кредитом. Почему девять с кредитом у меня... То есть это просто пришло? Это просто пришло, и мне делать было нечистое, на кухне ночью, и вот так, ну, что-то как-то написала. И потом, когда я уже вернулась в тур, вот, я подсунула, значит, под дверь округовую, я говорю, посмотри, может что-то получится. То есть не было никакого прецедента, почему бухгалтер, почему... Никакого, нет. Это совершенно, это такие, знаешь, ну, экзальтация такая, знаешь, это вот, вот, упало тебе в голову, да, ну, вот у тебя, ну, например, произошла у тебя в жизни какая-то потеря, да, ну, давай мы ее восполним, не грусти уж так вот на тебе. Ну, вот как-то это приблизить со стороны, это выглядит вот так, чудовищно, конечно, да, но... Нет, наоборот, это очень интересно. Ну, вот как-то вот так, я подсунула ему эту самую записку с текстом, я говорю, посмотри, он говорит, бред какой-то, шансон какой-то, говорит. А мелодия? Ну, мелодия его, все, 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 целиком его. То есть вы написали стихи? Да, я текст написала, да, потом он говорит, ну, давай попробуем, я говорю, даже не думай соскакивать, я говорю, я тебя просто замучаю, я говорю, вот, мне нравится, и вот тебе с кредитом вот это вот очень нравится, ну, и потом, конечно, все понеслось. И как бы, да, и это дало мне силы, ну, как бы, дало мне право, что я что-то могу, и что-то умею, и что-то слышу. Вот скажи, пожалуйста, как стать звездой, чтобы вот, например, там какая-нибудь юная девочка сейчас посмотрела и сказала, ну, ладно, эту старую кошелку мы слушать не будем, потому что, говорит, у нее уже там, ну, мне уже как бы поделиться нечем, потому что у меня уже вообще все хрестоматийное какое-то, да? Ну, вот ты скажи, как сейчас вот современной девочке, вот она, вот она спит и видит, как она хочет. Надо понять, для чего это нужно. Вот она спит и видит, у нее она видит. Нет, ты видишь себя популярной с кучей подписчиков, чтобы у тебя брендики приходили. Нет, она видит себя востребованной для того, чтобы ее песни услышали, чтобы ее голос услышали, понимаешь? Не для того, чтобы там... Может, если она поет и песни пишет, но сейчас это время такое, что петь и песни выпускать, вот, пожалуйста, свободно, бери себе, на тюрьм-кор заходи и выпускай. Хочется же еще популярности, хочется же еще, чтобы... А дальше дело техники, Ален, потому что вот даже сейчас... А дальше вступает тот момент волшебное слово «вдруг». Я за этот год, вот знаете, чего я только не делала. У меня были... Я курсы брала по таргету, по пиару, потому что я сижу и сама это копаю. Потому что, чтобы мне дать техническое задание даже человеку, которого я возьму, что-то ему делегировать, без этих знаний, просто сейчас такой мир. Я не смогла ему даже объяснить, что мне надо, если я не буду это знать. И поэтому я чисто только понимаю, что это просто пахота. Просто так стать, чтобы тебя кто-то где-то заметил, ну, это как бы один на миллиард, и уже не работает так. Или надо идти сдаваться на контракт, правильно? Ну и то, вон сейчас сколько опять с «Блэкстара» поуходило год спустя. И ничего дальше. А дальше ты так же остаешься один. И если ты скилзы свои не прокачиваешь 24 на 7, ничего не будет. Себя уже не считаю современной, простите, современной молодежью, потому что уже другое поколение. Вот сейчас всем, кто мне там 27, ребятам, которым сейчас по 17 на 18 уже другое поколение. Очень быстро. Я им завидую. Почему? Очень сильно в плане, знаете, чему завидую? Свободой какой-то такой, лихой. Максимальной. Потому что, ну, я помню, да, я тоже там была дико там амбициозной, там, сейчас пытаюсь там в себе это все не забыть. Но все равно вот эта вот полная самоуверенность и ощущение того, что то, что ты делаешь, это круто. И вообще неважно, вот что вы все говорите. Я согласна. И когда это настолько искренне транслируется, это настолько и воспринимается, думаешь, блин, чувак, ну как ты можешь так, типа, про себя говорить, ну, блин, и мы тебя тоже теперь воспринимаем крутым. Насколько тебе вот интересно индустрия моды, индустрия вот чего-то такого женского красивости? Ну, мне интересно с детства, да, потому что у меня мама всегда шила мне все на свете, все наряды, все костюмы сценические и так далее. И всегда для меня сцена была, это была еще возможность продемонстрировать то, что я придумала, мне вот это сшили, и я сейчас вот это в этом выйду. Поэтому это всегда как бы были такие смежные моменты, а сейчас мне еще больше стал интересен стиль, именно история, моды, вот это вот все. Поэтому я не могу сказать, что я там шопоголик или какой-то безумный просто по стайлингу специалист, но именно как вообще вот, как пласт культуры, это интересно мне, да. Тяжело быть мамой сейчас вот? Я стараюсь вести дневник, я ее не выкладываю в инстаграм, я не вижу как бы в этом никакого, никакой радости. Вот, я вообще не понимаю, у меня просто такое скептическое отношение к этому, я однажды посмотрела особенно фильм Кристофе Робин «До свидания» про писателя, который написал Винни-Пуха. А, да-да-да. Это же ведь на реальных событиях все основано, и как мальчику сломали жизнь тем, что с детства описывали всю его жизнь в книжке. И на меня тут копы, я сейчас даже говорю, у меня мурашки прям бегут. Я просто настолько меня это впечатлило, я и так как-то посознательно к этому относилась. Когда я еще на Сюна посмотрела, думаю, блин, зачем какие-то чужие люди будут смотреть, как мой ребенок, что-то делает, как он растет. Может быть, она вырастет, скажет, ты офигела, зачем ты вообще меня, я не хочу типа в таком виде быть на весь мир. Поэтому для меня это такой сугубо интимный момент, и то, что она сейчас растет просто вот так вот. Ну, слава богу, там три года я вообще с ней была неразлучна, сейчас уже я стараюсь все запомнить, все записать, все словечки и все что-то. Скажи, пожалуйста, чего хочется в жизни? Хочется, чтобы тебя услышали, чтобы о тебе говорили, чтобы ты была на обложках журналов, чего хочется? Или чтобы твоя дочь говорила, что, блин, это моя мама, твоя мама такая крутая. Ну, скажи мне, ну, в итоге не прямо вот сейчас, а вообще вот чтобы, ну, вот как мечта-мечта. Да, у меня есть вот эти пары идей таких, помните, я сейчас вот вам упомянула про то, что нету годных передач каких-то, которые не то, чтобы там интертеймент был, а такое, что это было действительно полезное, и человек посмотрел, подросток особенно, и прямо сказал, типа, блин, спасибо, ребята, вы сейчас change my life просто в моменте. И я вот не пойду сейчас вот это дерьмо делать, а подумаю над чем-то другим. Вот хочется, не знаю, что-то, помимо музыки, хочется какую-то социальную роль взять на себя. Это хоть что-то снимать, да, что-то делать? Я пока не знаю, будут вот эти съемки какие-то или нет, просто... Ну, задумка. Есть такой порыв на уровне миссии, скажем так, а там уж как бог даст, не знаю. Когда говорят, что новое поколение у нас говно, и это же ужас, они, что у них в башке-то вообще, маразмы какие-то, я говорю, что нет, ребята, это у вас в башке маразмы, потому что новое поколение, оно замечательное, и у него надо учиться бесконечно. Всему и всегда, и они всегда найдут, что хорошее брать у вас, а мы всегда найдем... А новому взрослому поколению. Конечно. С кем бы тебе хотелось следующее интервью? Тебе же сейчас надо руку-то набивать. Пусть будет Вахрушев, товарищ. Хочется с ним о хип-хопе поговорить, как раз продолжить нашу тему. Конечно, все, если что, зови меня. Обязательно. Друзья мои, мы были с вами, вы были с нами. Спасибо большое, смотрите нас дальше. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok